Поможем избавиться от долгов и кредитов и сделаем банкротство. Компания Эйлайн. Работаем по всей России. 10% скидка на любую услугу по промо-слову Сади Гасанны. Ссылка в описании. Здравствуйте. На связи юрист Сади Тельманов. И сегодня мы поговорим про особенности судебного банкротства для самозанятых. По ссылке внизу вы можете получить 10% скидку на любую нашу услугу. Помимо внесудебной процедуры, признание финансовой несостоятельности и самозанятые могут признать себя банкротами в судебном порядке при условии, что общая сумма задолженности более 300 тысяч рублей. А в случае, если долг более 500 тысяч рублей, процедуру признания неплатежеспособности можно инициировать налоговая или банк. Для начала судебного процесса необходимо подать заявление в арбитражный суд, после чего назначается финансовый управляющий. В отличие от упрощенного порядка признания самозанятого гражданина банкротом, судебная процедура длится от 2 до 18 месяцев. В некоторых случаях может затянуться на несколько лет. Итог такой процедуры может быть совершенно разной. Реструктуризация долга, если имеется возможность погашения долгов в течение трех лет, согласно составленному плану. Реализация имущества. К этому этапу приходит сразу, если суд сочтет невозможность поэтапного погашения долга. В случае отсутствия имущества и денежных средств, все долги обнуляются, и гражданин становится банкротом. Очень важно следует помнить, что банкротство в судебном порядке – платная процедура. Стоимостью зависит от конкретного дела. Во время признания финансовой несостоятельности самозанятый гражданин может предложить работать в обычном порядке. Счет его будет находиться под контролем финансового управляющего. В случае поступления денежных средств с них будет удерживаться сумма на погашение задолженности. На счету должна остаться сумма, равная мрот работающего до гражданина, а также мрот на каждого иждивенца. Очень важно при прохождении упрощенной процедуры банкротства статус самозанятого прекращить с целью исключения подозрений со стороны банков. Однако делать это не обязательно. Что касается возможности приобрести статус самозанятого после завершения банкротства, то здесь также нет никаких запретов. А согласно письма Министерства финансов номер 031111, в налоговом кодексе никаким образом не отражено влияние процедуры банкротства на статус самозанятого. Более того, на любой стадии признания должника неплатежеспособным возможно обратиться в налоговую и получить этот статус. Таким образом, эта категория граждан, так же как и физические лица, могут списать свои долги как упрощенным способом, так и в судебном порядке, не прекращая при этом работать в качестве самозанятых. Если у вас проблемы с кредитами, подписывайтесь на мой YouTube-канал и обращайтесь к нам по ссылочке внизу. С вами был юрист Сади Тельманов.